И ситуацию вокруг мятежа ЧВК «Вагнер» урегулировали при участии белорусского президента Александра Лукашенко. А Евгений Пригожин после переговоров с белорусским лидером развернул колонны в обратную сторону от Москвы и отвел их в полевые лагеря. Какая ситуация в столице сейчас, расскажет наш специальный корреспондент Екатерина Глазунова. Она сейчас на прямой связи. Здравствуйте, коллеги. Мы находимся в центре Москвы. И, как вы видите, здесь нет абсолютно никаких признаков вчерашних событий. В столице сегодня обычное летнее, теплое, солнечное и, самое главное, мирное утро. Ситуация в городе спокойная. Нет военной техники. Сняты все блокпосты и перекрытия. Как сообщает «Автодор», ограничения движения остаются лишь на трассе М4 «Дон». И то потому, что невозможно так быстро убрать заграждения, рвы, которые коммунальная техника копала на пути вагнеровцев к Москве. В «Автодоре» призвали водителей пока воздержаться от поездок по трассе М4 «Дон» Московской области. Как сообщают власти, соседних со столицей областей там постепенно начинают снимать ограничения на передвижение личного транспорта. По расписанию состоятся автобусные рейсы из Москвы в южные города. Об этом рассказали в ассоциации туроператоров. Пока не было сообщений от московских и подмосковных властей, что разрешено проведение массовых мероприятий. Так, например, не будет проходить намеченная на сегодня велогонка «Пять колец Москвы». Об отмене режима контртеррористической операции тоже пока не объявляли. Напомню, накануне в Кремле заявили, что произойдет это в самое ближайшее время. Ну и для москвичей, как уже сообщал мэр столицы Сергей Собянин, завтра в понедельник решено оставить выходной день. Так что у горожан есть лишняя возможность провести еще один день за городом, на даче, на природе, общаясь с близкими. Коллеги. Спасибо за информацию. Я напомню, что на связи со студией был наш специальный корреспондент Екатерина Глазунова. А мы продолжаем выпуск.